Приветствую! Данное видео посвящено заявлению Федора Венеславского об отмене отсрочки от мобилизации для студентов. И мы поговорим о том, насколько это вообще возможно и что делать с обратной силой закона. Итак, Федор Венеславский заявил о том, что студентам нужно отменить отсрочку от мобилизации. При этом он сказал не обо всех студентах в целом, а о студентах, скажем так, великовозрастных. Привет, дискриминация по возрасту. Так вот, что он говорит, что тем людям, которые получают второе высшее образование, нужно отменить отсрочку. Что, мол, во время войны, поскольку они уже реализовали свое право на образование, все, хватит, достаточно одного образования. Здесь, ну, еще как-то можно согласиться. Но вот то, что он сказал дальше, меня очень удивило и очень расстроило. Потому что дальше он сказал следующее. Что, мол, те люди, которые там 10 лет назад закончили бакалаврат и теперь поступают в магистратуру, есть сомнения в том, что они захотели образование продолжать. А также тем, кто давно закончил университет, а сейчас поступил в аспирантуру, тоже к ним есть вопросы. Как будут решаться эти вопросы? Как вы будете их выяснять? Вот у меня такой вопрос, конечно, есть. И на него нет ответа и не может быть ответа, да. Почему человек поступил в магистратуру сегодня, либо в аспирантуру, а не 10 лет назад, когда он закончил образование свое. Но вот здесь однозначно стоит, скажем так, поднапрячься тем людям, которые 100% получают второе образование. И я имею в виду любое второе образование. То есть, если у вас был там, допустим, раньше вы закончили университет, а сейчас поступили в колледж, то боюсь, что вопросы к вам будут. Но вот тем людям, которые продолжают свое образование, то есть те, которые закончили бакалаврат, поступили в магистратуру, либо закончили магистратуру, поступили в аспирантуру, вот мне кажется, что здесь не нужно сильно переживать по этому поводу, потому что, ну, такие изменения все-таки маловероятны, потому что там доказывать, почему человек поступил именно в этом году, либо в прошлом году, ну, будет им проблематично. А вот те, у кого второе высшее получает, да, то однозначно следует напрягаться. Насколько это возможно? Друзья, неоднократно уже говорил, это возможно вот так. Так, еще до окончания сегодняшнего дня может быть подан законопроект соответствующий. Завтра его проголосуют, президент подпишет и будет опубликован. И еще до конца этой недели этот закон может вступить в силу. Мы видели, что когда власть хочет принять закон, в котором она заинтересована, они это делают вот так. Они это делают вот так. Закон, который дает преподавателям отсрочку, всем преподавателям отсрочку, не подписан уже более года президентом. Я об этом рассказывал в отдельном видео. Вдумайтесь, больше года не подписывается закон. Но когда нужно, это все можно сделать реально за один день. И на следующий день будет опубликован и все. К сожалению, вот такая ситуация. Теперь поговорим об обратной силе закона. Потому что, безусловно, всех беспокоит, что есть такое правило. В Конституции оно написано, что закон обратной силы не имеет. И, мол, а что делать тем, кто уже получил отсрочку? Лишатся ли они этой отсрочки? И насколько это будет вообще соответствовать Конституции? Друзья, сейчас для того, чтобы разобраться в вопросах обратной силы закона, я покажу божественную графику. Я понимаю глубину ее божественности. Но прошу меня строго за это не судить. А, и да, и перед тем, как мы перейдем к этому вопросу, конечно же, хочу порекламировать свой телеграм-канал, поскольку он полезен. Информации в нем действительно больше. Появляется она более оперативно, чем на ютуб-канале. И там вы также можете получить от меня ответы в комментариях. А сегодня, кстати, там в 19.30 планируется стрим. Все, пошли говорить об обратной силе закона. Да, а ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео. Итак, вот эта божественная графика, которую я вам обещал. И что мы здесь видим? Здесь мы видим вот эту линию, да, со стрелочкой. Будем исходить, что это линия времени. Так, философы и физики, попрошу без комментариев. Исходим из того, что время есть категория объективная и традиционная теория, да, скажем так, что оно линейное. Хотя, наверное, традиционная неправильная, но привычная теория, что время линейное. И вот оно движется из прошлого в будущее. И вот вы в прошлом месяц назад, два месяца назад, год назад получили отсрочку. Вы сходили в ТЦК, вам поставили отметку о том, что у вас есть отсрочка от мобилизации. А возможно, вы не сходили. Вы были студентами, вы такие, да все нормально, отсрочка у меня есть. Это произошло вот где-то в прошлом. Представим, мы сейчас вот где-то здесь находимся, да, посередине. Вот где-то здесь. И представим, что дальше. Ну вот, завтра принимают закон. Принимают закон, в котором пишут, что отсрочку имеют те люди, которые получают только первое образование. И вот приняли закон, вот мы находимся на этом этапе. Что происходит дальше? Если мы говорим об обратной силе закона, то она должна соответственно действовать как? Она должна быть обращена назад. То есть вот на некий, на вот этот период, да, вот сюда. Но закон не будет обращен назад. Никто в прошлом у вас отсрочку забирать не будет. То есть вот вы сходили, оформили отсрочку там год назад. Вот год у вас была отсрочка, никто не призывал вас. Все окей, вас не трогали. Но после того, как приняли закон, и вот здесь я красненьким пометил, да, вот на линии времени, появляются новые условия. Новые условия, при которых человек имеет право на отсрочку. То есть они меняются. Были одни условия, были условия, согласно которым все студенты имели отсрочку. А теперь с этого момента, не с какого-то момента в прошлом, а именно с этого момента в настоящем действует новое правило. Отсрочку имеют те, кто имеет только первое высшее образование, кто получает первое высшее образование. И, соответственно, теперь ТЦК, если вы приходите в ТЦК, он проверяет, а есть ли у вас право на отсрочку, вот здесь и сейчас, по тем правилам, которые у вас есть, которые есть сейчас, в действующий момент. То есть в тот момент, который происходит на линии времени после принятия закона. И, соответственно, ТЦК будет разбираться. У вас это первое образование, либо же не первое. И, соответственно, если да, мы предполагаем, что написали, что только при первом образовании есть отсрочка, соответственно, вы отсрочку получаете, никто вас не призывает. Но если у вас второе образование, то, конечно, возникает вопрос, да, можно лишить отсрочки. По этому правилу, да, можно. Потому что это не лишение отсрочки на самом деле. Это вопрос установления факта, наличия у человека оснований для получения права на отсрочку. Вот так понимаю, что запутано несколько может получилось, но все равно мне кажется, что подобрал нужные слова, чтобы объяснить, почему правило про обратную силу закона здесь неприменимо. Отсрочку, вопрос об отсрочке будет решаться после принятия этого закона, да, и отсрочку давать, либо не давать, будут, скажем так, в будущем, либо в настоящем, но никак не в прошлом. Конечно же, у вас есть, безусловно, вопрос, а как ТЦК и ЕСП будет доказывать, что у человека есть, соответственно, первое, либо там два образования уже, либо три. Мне думается, что в первую очередь им дадут доступ к базе ЕДЭБа, где занесены данные о дипломах. Конечно же, там не все, там понятно, что согласно информации, которая на сайте этой базы есть, там дипломы с 2000 года. Дальше я думаю, что ТЦК будет, что может сделать? Может подавать запросы в министерство. По каждому человеку, представляю, что это за бред, но, тем не менее, это то, что можно делать, да, подавать в министерство этот вал запросов, министерство будет отвечать и говорить, да, у такого человека есть образование, либо нет, согласно тем данным, которые у них в архивах хранятся. Собственно говоря, вот так. Подводя итог, к сожалению, все это реально, действительно такой закон принять могут, правило про обратную силу закона здесь не будет применимо, потому что оно касается лишь того, что у тебя происходило в жизни в прошлом, а здесь на прошлую твою жизнь оно, скажем так, никак не влияет, да, оно влияет на будущее, нет оценки тех действий, которые ты там делал в прошлом, поэтому здесь все окей в этом плане, и, соответственно, люди, которые сейчас получают второе высшее образование, могут оказаться в ситуации, когда отсрочки у них не будет, у них не будет права на отсрочку от мобилизации во время военного положения. К сожалению, это та реальность, в которой мы живем, и да, это возможно, ну, что поделаешь. Даже не знаю, хотел сказать, что если полезно видео было, то поставьте ему лайк, но понимаю, что, наверное, на такие новости особо лайков не дождешься, ну и бог с ними, с теми лайками. Друзья, напомню, что был с вами Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.